Здравствуйте! В эфире правовая программа «Дежурная часть». О работе окружной полиции расскажу вам я, Анастасия Стенина. Коротко о главных событиях. Состояние оперативной обстановки на территории округа, количество происшествий, итоги оперативно-профилактических мероприятий. Завершено онлайн-голосование во втором этапе ежегодного всероссийского конкурса Народной участковой 2020. Раскрытие преступлений, ответственность несовершеннолетних за совершение противоправных деяний и употребление алкогольной продукции. И изменение федеральной законы о гражданстве и о государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации. В период времени с 12 по 18 октября на территории Нинецкого автономного округа зарегистрировано 165 сообщений о происшествии. Из них 15 преступлений. 18 граждан привлечены к административной ответственности за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. В сфере безопасности дорожного движения выявлено 690 административных правонарушений. Произошло 7 дорожно-транспортных происшествий с причинением вреда здоровью не допущено. В течение прошедшей недели сотрудниками полиции совместно с сотрудниками Роспотребнадзора проведено рейдовое профилактическое мероприятие по противодействию распространения COVID-19. Проверено 174 объекта, проведено 336 профилактических бесед, выдано 480 памяток, составлено 2 протокола о административном правонарушении. Напоминаем, что в округе действует масочный режим. Граждане обязаны носить средства индивидуальной защиты маски и респираторы в магазинах, аптеках, медицинских учреждениях, в общественном транспорте и такси. С 1 октября по 15 декабря текущего года на территории округа проводится общероссийская акция «Призывник», направленная на профилактику незаконного оборота наркотических средств среди лиц, достигших призывного возраста. Жители округа могут сообщать обо всех фактах распространения и употребления наркотических средств, психотропных и счаст и курительных смесей по телефону 02, с мобильного 102, 6 0047 и 42126, а также по телефону доверия с абонентским номером 42152. Анонимность гарантируется. 13 октября текущего года возле средней школы номер 4 сотрудниками госавтоинспекции проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Водитель-пешеход» с целью выявления грубых нарушений со стороны водителей и родителей. В рамках мероприятия составлено 4 административных материала, 3 из которых по части 3 статьи 12.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, нарушения требований к перевозке детей, установленных правилами дорожного движения. Профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения возле образовательных учреждений на территории округа будут продолжены. 15 октября текущего года сотрудниками госавтоинспекции совместно с сотрудниками отдела судебных приставов по городу Наринмару и Заполярному району проведено профилактическое мероприятие «Должник» с целью выявления граждан, которые не оплачивают административные штрафы, и привлечь их к ответственности. В ходе мероприятия проверено около 60 единиц транспорта, выявлено 15 административных правонарушений и 7 водителей привлечены к ответственности по части 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Неуплата административного штрафа в срок. Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде административного штрафа в двухкратном размере от неуплаченной суммы, но не менее 1 тысячи рублей, либо административный арест до 15 суток или обязательные работы до 50 часов. Окружная госавтоинспекция рекомендует не ждать вручения почтовых заказных писем с копией постановления о правонарушении, а воспользоваться порталом государственных услуг, чтобы своевременно узнать о задолженности. 16 октября сотрудники госавтоинспекции проверили рейд нетрезвый водитель с целью выявления нетрезвых водителей совместно с представителями общественного совета при УМВД России по Ненецкому автономному округу. За время проведения профилактического мероприятия на дорогах округа проверено более 65 единиц транспорта. Выявлено 5 административных правонарушений, в том числе три факта управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, включая отказ от медицинского освидетельствования. Уважаемые жители округа, сообщайте о фактах управления нетрезвыми водителями в дежурную часть УМВД по телефону 02 с мобильного 102 421 26, а также до телефон доверия с абонентским номером 421 52. С 16 по 17 октября проведено оперативно-профилактическое мероприятие в целях обеспечения правопорядка и общественной безопасности. Проверено 29 мест концентрации подростков, 13 магазинов, 7 кафе-баров, нарушений не выявлено. С 16 октября завершился второй этап ежегодного всероссийского конкурса «Народный участковый», проводимого МВД России с целью повышения уровня доверия населения к сотрудникам полиции, престижа службы и формирования позитивного общественного мнения о деятельности участковых уполномоченных полиции. В ходе онлайн-голосования во втором этапе конкурса на официальном сайте УМВД России по Ненецкому автономному округу приняли участие 387 человек. По итогам голосования победителем признан старший участковый уполномоченный полиции, майор полиции Колесниченко Владимир Борисович, обслуживающий административный участок Канинского сельского совета, включающий в себя населенные пункты село Несь, деревня Чижа, деревня Мгла с общим количеством населения 1700 человек. Граждане смогут поддержать Колесниченко Владимира Борисовича в ходе онлайн-голосования на заключительном этапе всероссийского конкурса, который состоится в ноябре текущего года. В дежурной части окружной полиции зарегистрированы сообщения по фактам хищения велосипедов. Со слов заявителей установлено, что велосипеды не пристегнуты надлежащим образом. Оперативниками совместно с сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних у МВД установлена причастность к хищению велосипедов 15-летнего подростка и 10-летнего мальчика. Следует отметить, что отсутствие надлежащего контроля и должного воспитания несовершеннолетних нередко становится факторами совершения ими правонарушений. Родителям стоит обращать внимание на появление у детей новых вещей, покупка которых не инициирована ими. Несовершеннолетние не всегда осознают ответственность за хищение велосипедов, самокатов и другого имущества, так как считают, что взяли транспорт для того, чтобы просто покататься, а не похитить его. Напоминаем, за хищение чужого имущества предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Согласно ст. 7.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях «Мелкое хищение» и ст. 158 УК РФ «Кража». Кроме того, при наличии причинной связи между противоправным поведением и отсутствием контроля родителей могут быть привлечены к административной ответственности по части 1 ст. 5.35 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних, обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Обращаясь к родителям, напоминаем, что с детьми необходимо регулярно проводить профилактические беседы, направленные на разъяснение правил сохранности имущества, мер безопасности и ответственности за взятие чужих вещей без разрешения владельца. Административное правонарушение – это противоправное виновное действие либо бездействие физического или юридического лица, за которое Кодексом РФ об административных правонарушениях или законами субъектов РФ об административных правонарушениях установлена административная ответственность. Статья 2.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ. К административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения административного правонарушения возраста 16 лет. Статья 2.3. У нас проводятся совместные профилактические мероприятия в соответствии с планами, постановлениями, направленные на имя выявления несовершеннолетних, находящихся в ночное время, которые употребляют спиртные напитки, ведут антиобщественный образ жизни, допускают также употребление психотропных наркотических веществ. Эффективность мероприятий есть, потому что несовершеннолетние у нас и в ночное, и в вечернее время гуляют, совершают правонарушения, преступления. Также в ночное время они могут стать субъектами преступления, также стать и объектом преступления. Несовершеннолетние, которые допускают употребление спиртных напитков до 16 лет, за них несут ответственность родители или законные представители. То есть, либо они допускают употребление, либо появились в состоянии алкогольного опьянения, за них несут полную ответственность родители по статье 20.22. А кому уже есть 16 лет, то есть достигли возраста административной ответственности, они уже несут ответственность сами по статье 20.21 по 20.20, это распитие в общественных местах, где не предусмотрено закон, и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские напоминают, в соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 17 февраля 2010 года номер 5 ОЗ, о мерах по содействию физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей в Ненецком автономном округе, не допускается нахождение детей в ночное время без сопровождения родителей, либо лиц их заменяющих. Близких совершеннолетних родственников с 23 часов до 6 часов в период с 1 июня по 31 августа и время с 22 часов до 6 часов в период с 1 сентября по 31 мая в общественных местах. Отдел по вопросам миграции у МВД России по Ненецкому автономному округу информирует, что с 12 октября текущего года вступил в силу федеральный закон от 13 июля 2020 года номер 209 ФЗ о внесении изменений в федеральный закон о гражданстве Российской Федерации и федеральный закон о государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации. Согласно внесенным изменениям, федеральный закон о гражданстве Российской Федерации с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке без соблюдения условий об установлении срока проживания вправе обратиться, в том числе иностранные граждане и лица без гражданства, в отношении которых отменено требование ограничений по нетрудоспособности и подтверждающих нетрудоспособность документов, проживающие на территории Российской Федерации, если они имеют дееспособных сына или дочь, достигших возраста 18 лет и являющихся гражданами Российской Федерации. В федеральный закон о государственной дактилоскопической регистрации внесены изменения, согласно которым иностранные граждане и лица без гражданства, приобретающие гражданство Российской Федерации, подлежат обязательной государственной дактилоскопической регистрации. 24 июля вступил в силу федеральный закон 134-й о внесении изменений в федеральный закон о гражданстве Российской Федерации в части упрощения процедуры приемов гражданства Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства. Изменения касаются выходцев из Белоруссии, Украины, Казахстана и Молдовы, которым не нужно проживать в течение пяти лет на территории Российской Федерации на основании вида нажительства иностранного гражданина, а также иностранных граждан или лиц без гражданства, временно или постоянно проживающих на территории Российской Федерации, состоящих в браке с гражданами Российской Федерации, проживающими на территории Российской Федерации и имеющих совместных детей. Если иностранный гражданин получил профессиональное образование в Российской Федерации и после окончания высшего учебного заведения официально осуществлял трудовую деятельность, по своей профессии, специальности не менее одного года, а не трех лет, как ранее, то может также оформить гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке. Кроме того, иностранным гражданам, независимо от того, по какому основанию они оформляют гражданство Российской Федерации и из какой страны прибыли, не нужно будет отказываться от своего гражданства, а для соискателей гражданства Российской Федерации, оформляющих гражданство в упрощенном порядке, не нужно будет предоставлять документы, подтверждающие доход заявителя.